Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь на водоеме КРХ Никитском, где пройдет турнир по ловле прудовой форели Кубок Риверолда Я сегодня сюда приехал потренироваться Для меня этот водоем абсолютно новый То есть вся ловля будет происходить с чистого листа Буду пробовать ловить абсолютно на все На колеблющие блесны, на резину, на воблеры Для того, чтобы просто понять данный водоем Попробовать подобрать ключик к той форели, которая уже присутствует в данном водоеме Ведь запускная рыба, она непредсказуемая Она ведет себя совершенно по-разному То есть она может клевать Она может абсолютно отказаться реагировать на любые приманки И тогда придется ловить ту рыбу, которая уже там есть Ну, я сейчас готовлю снасти И пойду на воду, посмотрю, проверю, буду искать А вы это все обязательно увидите С собой я взял три комплекта снастей Два спиннинга сейчас у меня будут под колеблющиеся блесны И один под силиконовые приманки Будем пробовать Половим сначала на блесны Начнем именно с блесен И будем уже смотреть по настроению рыбы И там уже в дальнейшем менять приманки на силиконовые Также мы обязательно попробуем воблеры То есть в любом случае будем пробовать, будем искать Мы на этом водоеме первый раз И надо же подобрать этот ключик-то К рыбе-то непростой Ну что, не будем терять время На воду Погода сегодня, конечно, нас будет испытывать и проверять Придется подстраиваться Очень сильный ветер Ну ничего, водоем на самом деле не очень большой Я бы даже сказал, совсем небольшой Очень непонятно пока, как здесь разместится 90 спортсменов Те, которые уже записались на турнир Ну попробуем, начнем Вот, пожалуй, с 18-го сектора Ну что, первый заброс Ночные у вас блесны Как это ни странно, с River Old У меня ультра-веспа 2,8 грамм У каждого рыболова наверняка есть какие-то традиции свои Мы-то, может быть, какой-то амулетик там Либо рано утром встал не с той ноги А надо вот именно с правой А сегодня с левой Ну, у меня как бы есть такая примета небольшая Вот с этой блесной очень много связано Связано именно таких вот знаковых моментов на форелевых турнирах Я два года подряд со своей командой участвую в турнире Трау Трофи Который проходит в городе Санкт-Петербурге И именно вот эта блесна вносит очень большой вклад В хорошее, удачное выступление нашей команды Вот мы уже сделали несколько забросов Их можно назвать поисковые Мы ищем горизонт 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 в ловле форели Это одна из составляющих Составляющая успеха То есть, если мы находим правильный горизонт Там, где стоит активная рыба Мы подбираем приманку И мы четко работаем именно по выбранному горизонту Как же все-таки найти этот горизонт И понять, где же стоит сейчас рыба То есть, мы делаем сейчас заброс Пока наша приманка падает после заброса Можно про себя вести счет То есть, на какой счет приманка упала на дно То есть, вот То есть, у меня сейчас она упала на число 6 Соответственно, если я нахожу рыбу в нижних горизонтах То есть, я жду, пока приманка на счет 6 упадет на дно И оттуда уже начинаю свою проводку Если это средний горизонт Соответственно, 6 напополам Это на счет 3 Да, будут небольшие погрешности Ну, для того, чтобы хотя бы понимать Для того, чтобы подталкиваться Где же ловить, где же искать рыбу Ну, а верхние слои, они как бы понятны Сейчас попробовали на розовый цвет На розовую колебалочку К сожалению, поклевок пока на нее нету Вот, попробуем теперь оранжевую Это, кстати, тоже риверолд Ультравес по 2,8 грамм Попробуем Порой вот эта смена приманок Она дает свои плоды Потому что форель, она очень привыкает к цвету Очень привыкает к приманке То есть, буквально, ты можешь бросать розовый, розовый, розовый Тут же меняешь либо цвет приманки Либо кардинально приманку И рыба на это откликается Ну, посмотрим, что сейчас будет Есть рыба Ну, вот, в принципе, о чем я и говорил Смена приманки Она сработала То есть, оранжевый цвет Веспа Главное, форелька сначала атаковала И в итоге, чем через несколько метров догнала ее Ох, какая бойкая Ну, иди сюда Ну, вот Как бы На розовый мы не хотим клевать Поставили оранжевый Буквально на втором забросе рыба откликнулась Все Крюшки у нас безбородые Бережное обращение к рыбе Поймал, отпусти Ну, давай Отпускаем Ну Опа Ну, сейчас опять была поклевка И все в средних слоях То есть, я попробовал, проловил нижний горизонт Там, к сожалению, поклевок не было И вот до этого сейчас рыба была поймана Именно в среднем слое И сейчас была тоже поклевка То есть, как я говорил, забросил На счет 3 у меня приблизительно получается именно вот этот Средний горизонт Проводочка очень медленная Можно делать различные остановочки Либо это сбросы То есть, вот такие сбои в игре Приманки Они способствуют Поклевки То есть, форель на это реагирует Сбой, это когда мы кончиком именно отдаем То есть, вперед идет у нас Вот мы сделали заброс Приманочка у нас упала в нужный горизонт И делаем очень такую медленную проводку Именно прямо на грани сбоя Блесна отзывается на малейшее Вот вращение катушки То есть, можно при этом делать небольшие сбросы При этом игра будет сбиваться И блесна будет приятно так вот Для форели сыпаться То есть, если это показать То есть, блесна она идет вот там Еле-еле так вот Колышется, так играет Но когда мы делаем сбой Она подрывается И плавно осыпается То есть, у ней немножко теряется горизонт Вот Она идет вот ровно-ровно Бах, провалилась Сыграла И опять же вернулась в этот горизонт И порой вот такие вот микронюансики Они вот дают свои плоды А для того, чтобы нам как бы Подтвердить теорию цвета Мы попробуем забросить В противоположную сторону Есть Ну, сейчас я очередной раз сменил блесну Но все равно в блесне присутствуют Оттенки оранжевого цвета Сейчас у меня стоит тоже реверолд Но уже турнамент веспа С весом 2,4 грамма Сейчас давайте рыбку примем в подсак Вот она рыбка А вот наша блесеночка Турнамент веспа Реверолд 2,4 грамма В блесне также Можно видеть Присутствует оранжевый цвет Лицевая сторона Именно оранжевого цвета А подошка черная Возможно Действительно фишка в оранжевом цвете Ну давайте рыбку сейчас мы отпустим Ну, не хочет уходить Понравилось тебе у нас? Опа, все И что характерно Рыба также клюнула в средних слоях И проводку я совершал тоже не очень быструю Тоже медленную Ну, как было с предыдущей блесной Я делал там сбросы Здесь же наоборот Так как блесна Немного такая вот Плоская Я ее слегка потвичивал То есть даже вот можно Вода у нас не очень сильно мутная Можно даже посмотреть Как она себя ведет Именно вот на потвичивании То есть я вел ее медленно-медленно Потом слегка сделал Несколько таких микрорыбочков То есть блесна сыграла И опять же я ее пошел Повел в нужном горизонте Ну давайте посмотрим Есть Ну какое-то что-то там маленькое такое А здесь окунь есть? Или карась? Это что такое? Это окунь И все на тот же реверолд Вот такой вот полосатенький Оказывается в этом пруду тоже есть Ну давай, давай Любит он оранжевый Иди Сейчас клюнет Ждите Все, идем менять блесну Очередная смена На розовый у нас поклевок не было На оранжевый цвет У нас было две поимки Сработала Ультра Веспа 2.8 И турнамент Веспа 2.4 Все с оттенком оранжевого Сейчас попробуем поставить Какой-нибудь шартрес То есть что-то зеленое Ну давайте начнем с ультра Веспа 2.8 Вот с такого Потом попробуем Такую что-то схоже с семечкой поставить Ну попробуем в любом случае У нас сегодня тренировка И мы подбираем ключик К активной рыбе Которая здесь еще есть Конечно на сам турнир Еще будет запуск Запуск свежей рыбы Надеюсь активной Которая будет Ой, как классно клевать Есть рыба Ну ты шартрес работает Вот пойми эту форель Ах ты Ну ладно Поймал, отпусти А она сама Есть рыба Вот сейчас я просто положил Блесну на дно Только начал делать Первые обороты катушки Она сразу взяла То есть до этого был Средний горизонт Сейчас возможно рыбка Опустилась И все на тот же шартрес Опа, она сама Ну давай Опля Форель рыбы Которая все время перемещается По водоему Она играет горизонтами И вот надо именно Быстро это понять Быстро адаптироваться Подстроиться Под те условия Которые нам диктует Именно рыба И ловить Чем мы сейчас В принципе и занимаемся Ну вот я сейчас Сделал заброс Сделал заброс Дал блесни Опуститься на дно Делаем небольшой подброс Чтобы оторвать ее От дна И совершаем Такую проводочку В нижнем слоях Можно сделать Небольшую паузу Положить блесну Опять же Подбросить ее Оторвать от дна И вот такая Медленная проводочка Вот я чувствую Как блесна Чиркает по дну Там цепляет что-то То есть Такой прием Он сейчас До этого Он сработал Мы поймали рыбку И была Вот сейчас Такая поклевочка В виде небольшой Подтяжки Ну вот Подброс И проводка То есть Блесна у нас Сейчас идет Именно в нижних слоях Ну вот Мы сейчас решили Просто кардинально Сменить Тип приманки Попробуем на резину Вот начнем С белой личинки То есть С блеснами Там худо Бедно Как-то понятно То есть С цветом У нас были Поклевки Были и поимки Ну сейчас Попробуем на резину То есть Вот мы сейчас Сделали заброс В резине Вот Как бы Помимо горизонта Да Ну это Одно из составляющих Очень важен Угадать Вес с головкой Чтобы она Вот именно Шла в нужном Горизонте В котором нам надо То есть Вот у меня Сейчас стоит Головка С диаметром 0,4 Кажется То есть Попробуем Посмотрим Как рыба Реагирует На нее И потом Уже будем Играть весом То есть Можно Немного Облегчить Либо Увеличить Ну Больше Поимок У нас Было Это В средних Слоях То есть В принципе Увеличивать Размер Мы точно Не будем Возможно Уменьшить Да Ну и Проводка Здесь Как бы Она Соответственно Кардинально Отличается От Того Как мы Проводим Колеблющую Блесну Это Небольшие Подергивания Как бы Мы это Называем Теребонькость То есть Это Небольшие Такие Рывочки Кончиком Удилища И паузы Рывочки Такая Череда Ходичная И опять же Пауза Сейчас Поменяем Вес Головки Поставим Очень легкую Диаметром Всего 0,2 И Давайте Попробуем Какой Нам Цвет Ну Наверное Вот Оранжевый Давайте Оранжевый Черечка Здесь Глубина Около Двух Метров И Приманка Очень быстро Тонет Очень быстро Идет на дно Как мы сейчас Вот Немножко Прошлись Обловили Мы поняли Что Более активная Рыба Держится Именно Средних Слоев Черевика Можно Насаживать Двумя Способами Можно Это Обыкновенным Так называемым Чулком То есть Мы надеваем На весь крючок И выводим И Получает Такая Конструкция Вот Как по мне Так лучше Немного Вот Заводить Резину На Основной Вот Этот Загиб Для того Чтобы Приманка Делала Такие Хаотичные Движения Ну Так Слегка Напоминает Игру Колеблющейся Блесны То есть Есть Как бы Вот Такой Прием А Можно Попробовать Вообще Кардинально Другой То есть Это Вэки То есть Вэки Это Просто Мы Берем Приблизительно Середину Продеваем И Все То есть Скажу Честно Мне больше Нравится Вот Так Ну Давайте Проверим Сейчас Немного Смещусь Левее В Мелководную Зону Здесь У нас Посереди Водоема Глубина Где-то Около Двух С половиной Метров А там Говорят Где-то Ну Чуть Больше Метра Полтора Посмотрим Что Намели Ну Сейчас Сменили Место Сместились Немного Здесь Мелководный Участок Но Глубина Около Полутора Метров То есть В любом Случа Мы Ищем Рыбу Мы Не Знаем Где Нам Придется Играть В Может быть Как Мелководный Участок Как Участок Со средней Глубиной Или Глубоководный Участок То есть Мы В любом Случа Постараемся Пройти По всему Водоему И Досконально Его Изучить Помимо Того Что Вы Сами На Водоеме Пробуете Ловить Искать Какие-то Либо Фишки Приманки Подбирать Немаловажно Смотреть Смотреть По сторонам На пруду Как мы Видим Присутствуют Рыболовы И Иногда Можно Поглядывать За ними Вот Я Сейчас Видел Один Из Рыбаков Поймал Несколько Форелей И У него Была Приманка Белого Цвета К сожалению Вдали Мне Не Видно Что Это Червяк Какой Нибудь Либо Это Нимфа Либо Это Попробуем Поставить Вот Такую Белую Это У меня Тимон Теаро 3,1 Грамм Рыба Есть 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 Ух ты Оп Ладно Ну Пока Магия Цвета Работает Ах Ты Подожди 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 Вывай Сама Отцепишься Опа Крючок Безбородый Ну вот Я сейчас Пробовал Ловить Белый Блесной Поклевок Не было Опять же Вернулся К Оттенкам Оранжевого Это Опять У меня Реверолд Турнамент Вес По 2,4 Грамма Но Здесь Уже Можно Видеть Лицо Черное А Подложка Оранжевая И С первой Проводки Рыбка Откликнулась И Все В том же Среднем Горизонте На Блесна Попробовали На Резину Тоже Поэкспериментировали С ней Ну К сожалению Пока Не было Поклевок Сейчас Попробуем Теперь Осталось На Воблер Классический Воблер Для Ловли Прудовой Форели Чапик Тоже Кстати Оранжевый Сейчас Сделаю Заброс И Расскажу Как Я Провожу Данную Приманку То есть Мы Сделали Заброс Сделали Рывок Воблер Ушел На Нужный Горизонт И Медленная Такая Проводка С Паузами То есть В простонародье Просто Обычный Стоп И Го То есть Либо Это Медленная Равномерная Проводка Такая Монотонная Либо Это Простой Стоп И Го То есть Вот Мы Сделали Заброс Резко Удилищем Вниз Чтобы Приманка Ушла На Свой Горизонт И Делаем Такую Проводочку В среднем Темпе Можно Сделать Паузу Небольшую Так Называем Стоп И Го И Дальше Продолжать Проводку Можно Сделать Небольшие Вот Такие Подтвичивания И Также Продолжить Опять Монотонную Проводочку Ух ты Иди-ка Сюда Ух ты Да Это Зеркальный Карп Эту Рыбу Я Еще Не Ловил На Небольшие Колебалочки Ах Ты Ну Иди Сюда Ну Он Так Просто Не Сдастся Есть Есть Ну Иди сюда Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот и подошла к концу моя тренировка Перед предстоящим турниром Я прошелся по периметру Обловил весь водоем Кое-что стало понятно Какие-то наработки есть По приманкам, как мне показалось, в большей приоритете был оранжевый цвет Блесны, которые у меня сегодня работали Это River World Ultra Vespa 2.8, также оранжевый И River World Tournament Vespa 2.4 грамма Тоже с оттенками черно-оранжевого Что будет на турнире, я не знаю Будет свежая рыба Возможно, все поменяется Это форель Это та рыба, которая нас заставляет Думать, шевелить мозгами Адаптироваться Ну, посмотрим Посмотрим, что будет Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один Старт! Я выиграл 6-4 Очень интересная борьба была Просто буквально рыба в рыбу Были также исходы, как и у меня, так и у соперника Ну, вот так вот получилось Как бы я ловил в основном на блесны Соперник мой ловил на резину Потом он уже к концу перешел тоже на блесны А я в конце попробовал на резину Но все равно вернулся именно к той своей блесне Я прохожу в топ-8 со второго места Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова